Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне так жалко ее в таком возрасте остаться без мужа одной Ты лучше о другом думай О том, кого мы на свадьбу пригласим Или только ты и я? С мамой я поругалась Подружки точно не приедут Честно говоря, мне все равно Главное, чтобы ты был рядом И я тебя обожаю А ты ж так мечтала о платье свадебном, о торте. Ну, мечтать не вредно. Да и торт всегда можно успеть заказать. А знаешь что? Давай мы с тобой распишемся и махнем в свадебное путешествие. Например, в Париж. Хочешь Париж? Нет, не хочу. Почему? Потому что Париж – это ваша с Мариной история. А я хочу на море. Я картинку такую нашла? Ну, давай. Вода и небо одного цвета. Красиво, да? Очень. А это где? Таиланд. А ты хочешь Таиланд? Угу. Значит, поедем в Таиланд. Надо поцеловать. Олег Дмитриевич. Да? Олег Дмитриевич. у вас совещание и в два встречи с японцами. Я все помню, Соня. Скажи, генеральный будет сегодня? Хотел заехать. Ну, ты дай мне знать, мне с ним поговорить надо. Да, хорошо. Тогда через 15 минут переговорки? И не позже. Хорошо. Ого! Ага. Ты так выглядишь, будто не на работу, а на свидание. Ты знаешь, я решила, буду теперь так выглядеть всегда. Завтракать будем? Позавтракаешь без меня, ладно? Так что-то надоело суетиться у плиты, и хочу посидеть в тишине, спокойно. Понятно. Значит, теперь у тебя новая жизнь, а мне придется выживать. Как это здорово, когда у тебя такой взрослый, понимающий сын. Сонечка, я на совещании. Угу. Олега Дмитриевича сейчас позову. Можно? Товарищ майор. Да. Это его телефон. Товарищ майор. Товарищ майор. Ага. Спасибо. Спасибо. Да, Олег, я слушаю. Здравствуйте. Марина Павловна Журавлева? Да, это я. Следователь Морозов беспокоит. Короче, Марина, это Андрей Морозов. Помнишь? Да, конечно, помню. Что случилось? В общем, тут такое дело, как бы это помягче сказать, с Олегом несчастье. Какое несчастье? Он разбился. Он жив? Он жив? Что ты молчишь? Ты можешь прямо сейчас приехать в его офис? Да. Да, хорошо. Я еду. Хорошо. До встречи. Марина, девочка моя. Ну, все это просто ужасно. Как это произошло? Давай отойдем. Я думаю, ты должна кое-что знать, прежде чем будешь говорить со следователем. Ну, говори уже. Он просто вышел из окна. Решил проблему. Дурак. Что я должна знать? Я думаю, он взял откат. Откат? Ну. Это он тебе сказал? Ну, естественно, сам никто в этом не признается. Но у меня есть повод так думать. Нет, бред какой-то. Этого не может быть. Где-то неделю назад он приходил ко мне, очень подавленный, места себе не находил. Сказал, что влив во что-то серьезное. Ну, а ты? А что я? Я предложил помощь, но он наотрез отказался. Сказал, что я в это дело не лез и что он сам во всем разберется. Так. В чем? В чем разберется? С кем? А ты когда-нибудь слышал о такой компании «Билд Реформа»? А, подожди. Строительная фирма? И наши клиенты. Они выиграли тендер на производство мусоросжигающего завода. Ну, и Олег. Он дал им положительную экспертизу. Ну, и? Там строить нельзя. Там вокруг жилые комплексы. Понятно. Ну, в общем, назревал скандал. Нам как-то удалось это все дело замять. Но представители «Билд Реформ» заявили, что Олег свои 10 лямов уже взял. Что? Кстати, следователю это неизвестно. Почему? А как, по-твоему, Пашка должен жить? С этой информацией, что отец самоубийца и взяточник? Лично я против такой правды. Да нет, я не верю в это. Я никогда не поверю, что Олег брал взятки. Ты вообще не представляешь себе, как он изменился за последний год. Он как с этой Леной связался, его как будто подменили. Она, кстати, знает? Не знаю, как сказать. Друзьями мы так и не стали. Мы закончили. Хорошо. Еще раз привет. Привет, Андрей. Не ожидал с тобой встретиться. Тем более при таких обстоятельствах. Ты будешь вести это дело? Да. Проходи. Здравствуй. Здравствуйте. Сюда. Ну что, какие-нибудь версии у тебя есть? Пока только одна самоубийство. Да нет, это неправда. Он собирался долго и счастливо жить. Причем с молодой женой. Вы что, в разводе? Официально нет, но на днях собирались развестись. Я уверена, что это он не сам. Ему помогли. Ему угрожали? Ну, а вот это тебе придется выяснить. Ну, у тебя есть какие-то подозрения? На кого? Послушай, у нас есть сын. И Олег никогда бы так с ним не поступил. Он любил жизнь, и он боролся бы за нее. Я знаю. Марин, послушай меня. У меня тоже есть опыт в таких делах. И для меня очевидно, что у мужа твоего в последнее время было, ну, все негладко. Интересно, это с чего ты взял? Ну, смотри. Вы собирались разводиться, так? Да. Я так понимаю, на работе тоже все непросто. Личная жизнь, начиная с начала. А в нашем возрасте для мужика такой расклад, это как мина замедленного действия. Любая мелочь может привести к взрыву. Интересно, что же это за мелочь? Ну, если он оставил хоть какое-то послание, есть шанс узнать. А если нет, то нет. Ну, понятно. Спасибо тебе. Я пойду, если я больше тебе не нужна. Да, если что-то понадобится, я позвоню. Паша, ты я, ты дома? Уже дома. Ну, хорошо, я скоро приеду. А почему так рано? Так получилось, приеду мы поговорим. Мам, у тебя точно все в порядке? Ты знаешь, я не могу с тобой разговаривать, на светофоре стою. Приеду, расскажу. Девушки отдыхают. Марина, здравствуйте. Здравствуйте. Вы, значит, Лена? Можно я пройду? Да, конечно, проходите. Спасибо. Ой, что ж вы не предупредили-то? Вы, может быть, кофе пока, чай хотите? Олег должен скоро вернуться. Он с работы сейчас пораньше начал приходить. Лен, пожалуйста, не нужно ничего. Мне надо вам кое-что сказать. Что-то случилось? Вам лучше сесть. С Олегом что-то? Ну, не молчите. Олега больше нет. Он... Он погиб. Нет. Нет. Господи, Лена. 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 Очнитесь, Лена. Уберите от меня руки свои. Не надо меня трогать. Зачем вы так? Вы все придумали, да? Вы специально мне врете. Это вы во всем виноваты. Это неправда все. Я вам не верю. Подождите. У меня дома сын. Он еще ничего не знает. Я должна быть с ним. Вы закройте за мной дверь. Не оставляйте меня одну. Я с ума сойду. Вы справитесь. Ты где так долго была? Ты же домой ехала. Сынок, милый. Моросенька, мое солнышко. Мы не смогли сидеть дома. Приехали поддержать. Мы не знали, что Пашка не в курсе. Так получилось. Паша, я просто не хотела об этом по телефону. Понимаешь? Паша, в чем дело? Нам всем плохо. Мама здесь при чем? Она должна была сказать, и не вы. То, что мой отец покончил с собой, должна была сказать моя мать. И мне плевать, в каких они отношениях были. Подожди. Покончил с собой? С чего ты взял, что он покончил с собой? Это неправда. Это ты ему сказал? Ну, какое ты право имел говорить ему такие вещи? Паш, это неправда, слышишь? Я тоже сказал, что это бред. Мы с отцом собирались в Карелию на каникулах на рыбалку. Как так-то? Братцы, ну, простите, идиота, но выложил все как есть. Не подумал. Ну, растерялся. Как пацан малолетний. Марин, мы правда как ненормальные. Примчались. Тебя нет. Пашка до тебя дозвониться не может. Мы за тебя испугались. Значит, сейчас слушайте меня внимательно. Паш, ни о каком самоубийстве даже речи быть не может. Слышите? Ну, папа бы никогда так не поступил. В первую очередь из-за тебя. Ну, ну, а вы... Ну, вы же знаете его всю жизнь. С детства. А теперь вы нас послушайте. Что бы там ни было, мы хотим, чтобы вы знали, что вы для нас больше, чем семья. И у Пашки все будет, я тебе обещаю. Я тебе как крестный обещаю. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Да что ж ты прицепился, а? Ну что, все. Факты остаются фактами. Олег оставил предсмертную видеозапись на своем телефоне. Но предназначена она для Елены Вязниковой. Что такое, Марин? Тебе плохо? Может, воды? Да не надо воды. Просто не мне, не сыну, а любовнице. Марин, сожалею. Но ты сама во всём убедишься. Материалы я скопировал, поэтому возвращаю телефон Олега. Почему не ей? Ну, потому что ты всё ещё официальная жена. Я закрываю дела. Подожди. Но ты понимаешь, что ему могли угрожать? Они могли силой заставить его сказать всё, что им нужно. Кому им, Марина? Ты сама всё увидишь. Там нет никакого криминала. Ну, хорошо, я не хотела говорить. Басов сказал мне, что незадолго до смерти Олег взял очень большую сумму денег у какой-то огромной строительной компании. Типа взятку? Я не знаю. Нет, я не верю, что взятку. Но ты понимаешь, что эти люди из строительной компании могут быть причастны? Да, я знаю. Я очень-очень виновата перед тобой. Но мне, правда, больше не к кому обратиться. Хорошо, допустим. А если твой Олег окажется взяточником? Ну, если... Да! Это ты во всём виновата. А мы уже на ты, да? Тебе была выгодна его смерть? Будь он жив, вам бы всё делить пришлось. Поэтому ты ему развод и не давала. Так, гражданка Вязникова, успокойтесь. Подожди, уж не хочешь ли ты сказать, что я убила собственного мужа? Да он тебе не муж. Он со мной год жил. По факту он оставался мужем Марину Журавлёвой. Да, и, между прочим, сам собирался оставить имущество мне и моему сыну. И ты знаешь, вполне законно, потому что нажито. Нами, в браке. Логично? А по совести? Мы собирались пожениться с ним. Мы любили друг друга. А она ему развод не давала. Я не давала развод? Я вообще о нём узнала только недавно. Это глупость какая-то. Я просто не понимаю. Ты что, решила, что я тебе что-то должна, да? Ты приехала в Москву покорять? Ну, давай, вперёд! Только не лезь ко мне, поняла? Не лезь ко мне и к моему сыну! Журавлёва! Тихо! 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 И, ещё, ** Тихо! І, ещё, Зorney, Майкулик, А если это принуждение к самоубийству? Но вы же видите, она не хочет ничем делиться. По закону она не обязана с вами делиться. Так что я не понимаю сути ваших претензий. Ну, я все равно хочу подать заявление. Да? Да. А что вы хотите написать в своем заявлении? Ну, где доказательства? Вы знаете, у меня создается впечатление, что вы сознательно наговариваете на Журавлеву. А это, извините, уже статья, 128-я часть первая. И влечет за собой серьезную ответственность. Вам это надо? Давайте так. Вы ничего писать не будете. И ссориться с ней я вам не советую. Потому что у нее есть пресмертная видеозапись Олега. В которой он во всем сознается и адресована она вам. А как я могу получить эту видеозапись? Не знаю, вы тут столько наговорили друг другу, что возможно придется извиниться. Вы хотите, чтобы я к ней поехала извиняться? Нет. Ну, у вас же должна быть копия. Вы можете дать мне посмотреть? Не могу. Вы посторонний человек. К семье погибшего не имеете никакого отношения. Посторонний? Да вы просто ненавидите меня. Вы с ней заодно. Гражданка Вязникова, вы можете идти. Спасибо. Ты знаешь, Антон сказал, что Олег брал откат. Ты в такое веришь? Не знаю. Я стараюсь не лезть в дела мужа. Не знаю, что там было у Олега, но лично меня все устраивает. Но разве плохо, что у наших мужиков все шло как надо? И мы могли себе больше позволить. Да? Что-то я никаких денежных притоков не ощущала. Ну, конечно. Вы жили же отдельно. Вот деньги в другом кармане оседали. Вась, ну хватит, а? Ты бы видела, как они живут. Хрущевка, однушка, съемная. Я помню, мы когда-то с Олегом так начинали. Слушай, на Западе, между прочим, миллионеры выглядят как простые клерки. Никто себя бриллиантами не увешивает. Слушай, а может быть, он уже вложил во что-то деньги? Знаешь, у меня такое ощущение, что ты вообще его не знала. Ну, представь, чтобы Олег сам по своей воле шагнул из окна. Он точно кому-то дорогу перешел. Кому? Не знаю. Ты уже запись видела? Нет, страшно. Хочешь, я с тобой посмотрю? Нет, не надо, я сама. Лен. Прости меня. Я очень виноват перед тобой. Не до двух месяцев в Париже у нас. Не будет. Котёнок мне безумно жаль. Кстати, я купил нам квартиру. Олег, ну на какие шиши ты купил квартиру, а? Это его последние минуты. Да, но тебе лучше этого не видеть. Ну почему? Это же мой отец. И это его последние минуты жизни. По-моему, как раз я их и должен увидеть. Это же прощание, мам. Да, это прощание. Только это прощание не с тобой. И не со мной. И что? Да не дам тебе это смотреть. Ты когда такой стала? Ты же просто зациклена на себе. Тебе же ни до кого дела нет. Ведь случилось страшное, а мы до сих пор с тобой об этом не поговорили. Это нормально? Ты меня в чём обвиняешь? А? Я пыталась сохранить семью. Я пыталась сделать всё. Я верила, что он вернётся. И всё будет как раньше. Как раньше уже не могло быть никогда. У папы была другая семья, и он был счастлив. Да, я это видел. И Лена, кстати, офигенная. Что? Ты был с ней знаком? Почему мне не сказал? Папа не хотел. Знал, что ты скандал устроишь. Да, мы с ней отлично общаемся. И папа её любил. Ну, конечно. Конечно, меня же не за что любить. Да? Да ты ведь всю свою жизнь превратила в бухгалтерию. То приходы, то расходы. Всё под контролем. Разве нет? Только и ходишь. С таким вот выражением лица. Паша, остановись. Тебя почему-то всё не устраивает. Ну и пофиг. Тебе только и есть дело. Что до самой себя. Тебя. Тебя. Вы кто? Вы кто? Стойте! 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 Черт! Поехали! Мам, ты кричала? Да нет, все нормально, сынок. Мам, прости. Прости меня, пожалуйста. Не хотел все это говорить. Я не знаю, что она меня нашла. Я просто злюсь. Я понимаю. Я понимаю тебя сейчас. Тебе сейчас нелегко. Я правда тебя понимаю. Ты прости меня. Прости. Прости. Пошли. Мне не показалось. Я видела эту машину два раза. И какой-то человек следит за моим домом. Я боюсь за сына. Марина, это называется стресс. Да никакой это не стресс. Ну, подожди. Тебе же ничего не стоит по базе просто пробить номера. Ну, чтобы я успокоилась. Ладно, хорошо. Проверь. Спасибо тебе. И ты увидишь, что никто за тобой не следит. Я, кстати, тут проверил счета твоего мужа. И что? Недавно на один из них поступила очень большая сумма денег. Потом была снята. И, кстати, он заплатил за учебу вашего сына в университете. За весь срок обучения. А он еще школьник, да? Да. Одиннадцатый заканчивает. Ну, теперь, считай, уже студент. Подожди. Я что-то ничего не понимаю. А что непонятного? Никто из вас не будет тратить нервы, чтобы поступить в университет? Все уже оплачено. Это ведь хорошо. Ты сейчас издеваешься надо мной, да? А, ну, конечно. Ты просто видишь, как мне плохо и решил отомстить за все, что я тебе сделала, да? Прости. Все-таки хорошо, что ты бросила академию и не стала следователем. Вообще-то я ее не бросала. Я вернулась через два года. А почему уходила? А то ты не знаешь. Из-за меня? Вообще-то у нас с тобой роман был. Да, был. Очень красивый, между прочим, с предложением руки и сердца. Ну все, хватит, Андрей. А потом появился Олег, и через месяц ты стала его женой? Через два, если быть точной. А, то есть это в корне меняет дело, да? Влюбилась. И ты знаешь, между прочим, это он настоял на смене специализации. Потому что адвокат по бракоразводным процессам гораздо безопаснее, чем следователь по особо важным делам. А, разумно. Разумно, да. Когда у тебя есть семья, уязвим ты, да? Всегда есть что терять. Хорошо, что мы все обсудили. Ты пробьешь номера, ладно? Да, пробью. Спасибо. Пока. До свидания. Марина Павловна, хорошо, что вы пришли. Я ей говорила, что вас сегодня, скорее всего, не будет, что у вас муж умер. Но она как танк. Вы сами как? Нормально. Кто она? Ну, та девушка. А ты почему ее пустила? Тем более, что меня нет. Ну, она грозилась устроить скандал. Директору приказал, я ее и впустила. Ладно, я разберусь. Настя, у меня будет к тебе большая просьба. Не в службу, а в дружбу. Нужно отправить запросы в банки. Это касается моего мужа. Понимаешь? Поняла, сделаю. Не переживайте. Мне нужны приходы, расходы со всех счетов. Абсолютно со всех. Я поняла, не волнуйтесь. А, кстати, на ближайшие три дня вас директор отпустила, и я все встречи переношу на следующую неделю. Спасибо. Чем обязана? У меня крайне мало времени. Ну? Ну, как-то это странно все. Что странно? Вы, вроде бы, должны похоронами заниматься, а не в офисе сидеть. Знаешь, похоронами занимается похоронное бюро. И уже давно. Ты зачем приехала? А мы уж на ты перешли. Послушай, ну а что мне с тобой церемониться, если ты чуть-чуть старше моего сына? Вообще-то я пришла просто поговорить. Как интересно, о чем? О том, как ты мужа у меня увела? Или о том, как сына настроила против меня? Я не виновата, что мы с Олегом полюбили друг друга. Может быть, вы себе эти вопросы зададите, а не меня будете обвинять. Так, знаешь что? Давай ты не будешь меня учить жизни. Значит, слушай сюда, чтобы я ни на похоронах, ни на поминках тебя не видела. Это понятно? Вы не имеете права. Он любил меня. И я обязана с ним попрощаться. А я его законная жена, понятно? И на похоронах будут люди с его работы. Я не хочу этих пересудов за спиной и шепота. Ты поняла меня? И если ты приедешь, я тебя выконю. Что-то еще? Я пришла забрать то, что принадлежит мне. Как интересно. И что же это? А? Дом? Машина? Или деньги? Телефон Олега. Он оставил видео для меня. Черт. ПАШИНЬ Да, Пашенька. Мам, у нас тут погром. Что? Всё верхном перевёрнуто. Паш, ты только не волнуйся. Приезжай скорее. Я прошу тебя, ты не волнуйся и ничего не трогай руками. Слышишь, я скоро буду. Да. Ну, наконец-то. Господи. Мам. Как ты, а? Как это случилось? Я пришёл в школу. Тут уже всё разгромлено было. Вошли с заднего двора, там окно. Там окно в кабинете папы разбито. Господи, как хорошо, что они тебя не застали, а? Антон, спасибо тебе, что ты сразу приехал. По случайному совпадению рядом оказался. Это ужасно. Ужасно. Да. Мы с Пашкой всё обошли. Говорит, вроде ничего не пропало. Так? Ого, хорошо поработали. Я Андрею ещё позвонила. Так, ребят, давайте дома смотрите. Есть. Андрей, ты знаешь, я уверена, что это всё... Это как-то связано с Олегом. Деньги искали? Да если бы деньги. Они прекрасно знали, что Олег здесь не живёт. Искали что-то другое. Интересно, что? Позвольте. О каких деньгах идёт речь? Антон, прости. Я рассказала Андрею обо всех своих опасениях. А-а-а. Вы не подумайте, у нас всё под контролем. Со стороны клиентов претензий нет, все люди гуманные. Ну, а те спорные экспертизы, о которых... В общем, которые делал Олег, они, разумеется, находятся на пересмотре. Так пересматривайте, кто вам мешает. Мы здесь по другому поводу. Позвольте? Пожалуйста. Спасибо. Ты с ума сошла? Мы же с тобой обо всём договорились. Если бы я был уверен, что это убийство, я бы первый начал служебное расследование. Подумай, кому нужна была смерть Олега? Ну, кому? А что будет, если наших клиентов станут трясти? Да наша компания просто потеряет репутацию. Ты об этом подумала? Прости. Марин, пожалуйста, осмотри всё внимательно. И составь список того, что пропало. Хорошо? Да меня это мало волнует. Меня больше интересует, что они искали. И как это связано с Олегом. А что они могли здесь искать? И как это должно было выглядеть? Вот именно. Прости меня, но... Я очень виноват перед тобой. Медового месяца в Париже у нас. Не будет. Какой бореч? Мне безумно жаль, котёнок. Мы же... Мы же собирались в Таилан. Кстати, я купила квартиру огромную, как... Море, фрукты. Но я не смогу там жить с тобой. Только ты и я. Очень сложно. И больше никого. Дима, ты лучше, что случилось со мной. Ты у меня вот здесь. В сердце. Я очень тебя люблю. Прости. Ты можешь мне дать копии сделок и экспертиз Олега. Мариночка. А что ты в них поймёшь? Вам всё чисто поверь. Я хочу просто посмотреть. Если я что-то не пойму, ты им не подскажешь. Без проблем. Спасибо. Скажи, ты сам брал когда-нибудь взятки? Да, боже упаси. Я всегда умел зарабатывать и без этого. Ну да, конечно. Ты же жёстких принципов человек. Но что-то пошло не так. Да всё так. Времена. Времена сейчас такие, что хорошая репутация, это, наверное, самое дорогое, что может быть. Да, да. Сейчас деньги, если они грязные, они всё равно должны быть чистые. Да? Угу. Журавлёва. Ты умная. Как думаешь, Морозов это дело закроет? Морозов закроет. А я нет. Настрой понятен. Мы тут осматривали записи с камер наблюдения. И что? Ничего. Никого посторонних. Ничего. Подожди, ну, может, ему кто-то открыто угрожал? А? Говорили мы с ним об этом. Я думаю, он бы мне сказал. Слушай, ну, он такой был, такой испуганный на этой записи, как будто его, ну, точно заставили всё это сказать и сделать. Мариночка. Я прошу тебя. Всё. Всё уже случилось. О Пашке подумай. Я думаю, думаю о Пашке. Кстати, о Пашке. Может быть, вы на пару дней возьмёте его к себе? Ну, так, безопасней. Я как подумаю, что он сегодня мог с этими уродами столкнуться. Ты не о чём не волнуйся. Мы всё сделаем в лучшем виде. Спасибо, Антош. А ты? А что я? Перебирайся тоже, пока всё не утрясётся. Ты знаешь, я подумаю. Спасибо. Спасибо. Ты уже вернулась? Что это? Я документы папины смотрю. Чего? Ты представляешь, дом дедушкин в Сочи. Папа, оказывается, продал, а я ничего не знала. И? Ну, у него деньги все легальные и никакого криминала за ним нет. Постой. Не понял. Какие деньги? Какой криминал? Ты вообще о чём? Не важно. Не важно. Как же ты похож на отца? Я знаю. Скажи, а когда папа приезжал последний раз, вы с ним о чём разговаривали? Да так. О поездке нашей. И всё? Если скажу, обидишься. Нет, обещаю, не обижусь. Он сказал, что купил большую квартиру и у меня там есть своя комната. Есть, что я, возможно, могу пожить с ними. Ну, с папой и Леной. Если бы, конечно, ты отпустила. отпустила. Да, бы отпустила. Но поругалась бы, конечно, для приличия, как я умею. Я же знаю, как вы с папой любили друг друга. Сынок, знаешь что, у нас сегодня очень трудный день. Ты иди, собирайся, скоро поедем на похороны. Иди. Иди. Угу. Но ведь я просила не устраивать этот цирк. Но просила ее не приезжать. Хочешь, я скажу ей, чтобы она ушла? Она уйдет очень быстро. Ну что, мам, давай, как-то по-человечески, а? Ну, хорошо тогда, подойди к ней. Подойди и скажи, пусть здесь рядом с нами встанет. Паш, и на поминки тоже пригласи, скажи, я сказала. Марин, ты чего, ненормальная? Кому нужна эта игра в благородство? Марин Павловна, примите мои соболезнования. Спасибо. Олег был очень хорошим человеком. Честным, принципиальным. Но вы никого не слушайте, он ни в чем не был виноват. А вы с ним были знакомы? Вы что-то знаете? Это не самое лучшее место, чтобы это обсуждать. Пойдем. Мама приглашает. Если у вас будет время, мы можем с вами встретиться и все обговорить. Да, я бы очень хотела. Вот моя визитка. Позвоните. и еще раз мои соболезнования. Благодарю вас. Спасибо. Марин, вы простите меня за все, если сможете. И спасибо вам большое. Да мы с тобой, по-моему, давно уже на ты. поедем с нами. Мамины предложения в силе. У нас место в машине есть. Поминки дома будут. Приведут все свои. Ну, чего ты? Нет, я домой поеду. Что-то совсем расклеилось. Ты извинись перед мамой за меня, ладно? Ладно. Ты это, как обратно доберешься? Да я такси вызову. Паш, ты звони, ладно? Ты же знаешь, я всегда тебя рада буду. Паш, ну ты долго, нам ехать пора. Лена, ты сама, если что, звони, не пропадай. Пока. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 ТРЕВОージ Повезите. Привет. Я как раз вовремя. Привет. Ну, что у вас тут? У нас тут невеста Олега с пробитой головой. Повезли в больницу. Может быть, ты теперь возобновишь дело? Ладно, пойдем в квартиру, все расскажешь и покажешь. Я так понимаю, мне с вами? Ну, конечно, вы же свидетели. Скажи, ты пробил номер машины, которая следила за мной? Марин, прости, я закрутился. Забыл. Как забыл? Ну, так, забыл. Там Вася все сделает. Где она лежала? Вот здесь она лежала. Да, именно здесь. Вот кровь, головой сюда. Марин, посмотри, может, что-то могло пропасть? Да я была здесь один раз всего, когда пришла про Олега сказать. Антон, ты чаще здесь бывал? Конечно, по работе. Ну, и вообще закадил. Хорошо, тогда вы посмотрите. Внимательно только. И ничего не упускайте из виду. Так. Вот здесь стоял его компьютер. А теперь его нет. Олега поправил. Ну, так, а сейчас... Это был дом. Достался Олегу от отца. Наследство в Сочи. Он продал его и проверял его. Ясно. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Алло, Вадим? Здравствуйте, это Марина Журавлева. Помните меня? Можете говорить? Да, здравствуйте, Марина. Я хотела бы узнать, как давно вы знакомы с Олегом? Ну, не так, чтобы уж давно, но... Но у вас были какие-то общие дела? Да, это касалось одной крупной компании. Марина, простите, но это не телефонный разговор. Да, конечно, я понимаю. Просто вы написали, что мне угрожает опасность. Это точно не по телефону. Давайте встретимся. Можем завтра. У меня в офисе редакции. Адрес я вам скину. Хорошо? Хорошо, отлично. Я буду. Спасибо огромное. До завтра. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Господи. Паш, ну напугал. Я узнать, добралась ли? Да, добралась. Все в порядке. Ты что делаешь? Будь сижу. Типа ужинаю. Ведет тебе. Как там Лена? В порядке? Ну да. Я думаю, что да, в порядке. Можем завтра с тобой ее навестить, если хочешь. Конечно, хочу. Паш, ты знаешь, такой день был трудный. Я, наверное, буду ложиться спать. Ты тоже долго не сиди. Давай, отдыхай. Я тоже недолго. Пока. Пока. О, мама приехала. Вот она. Привет. Привет. Как ты? Нормально. Паш, не виделись совсем чуть-чуть, а я уже соскучилась. Вот ведь, девчонки. Ты бы тоже приезжала. Что там одной делать? И небезопасно, в конце концов. Ты знаешь, я как раз по этому поводу хотела с тобой поговорить. Ты знаешь такого журналиста, Вадима Полозова? У него были с Олегом какие-то дела. Полозов. Первый раз слышу. Я должна поехать в редакцию. Возможно, он что-то знает. Он сказал, что я в опасности. Марина, ну какой еще журналист? Не вздумай ездить туда одна. Ну, я буду осторожней, тем более тебя предупредила. А твоя осторожность, она в чем конкретно выражается? Ты даже приблизительно не понимаешь, с какой стороны прилететь может. Мам, я с тобой поеду, ладно? Да ну перестаньте, вы что? Я еду в редакцию среди бела дня. Что может случиться? Я бы поехал с ней. Но у меня через полчаса встреча с Морозовым. Ну и прекрасно, езжай на встречу, а мы с Пашкой пойдем навестим Лену. А потом я привезу Пашу к вам и поеду в редакцию. Присмотри. Пошли. Пошли. Ну что вы хотите? Там человек в коме. К тому же в реанимацию вас не пустят. Будут улучшения, приезжайте. Езжайте лучше домой. И вам до свидания. Ну а что ты, Скис? Все будет хорошо. Маш, ну ты где? Дверь закрываю. А где этот Бережкин? Так перевели его. А это к кому? Это к Вязниковой. К Вязниковой? Угу. Я поговорю с ними. Ты потом подходи в ординаторскую. Хорошо. Простите, вы к Вязниковой? Да. Здравствуйте. Я ее лечащий врач. А вы, собственно говоря, кем ей приходитесь? Я ее подруга. Угу. А кто-нибудь из родственников у нее есть? Вы знаете, родственники все очень далеко. Поэтому, наверное, все вопросы можно решать со мной. В общем, я в двух словах обрисую ситуацию. Она находится в тяжелом состоянии. В стабильно тяжелом. Мы, конечно, делаем все для того, чтобы спасти ее и ее ребенка. И... Что? Вы что, не знали, что Елена беременна? Она такая скрытная у нас. А какой срок у нее? Около восьми недель. Ах, да? Фух. Вам плохо, мам? Нет, нет, все хорошо. Может, воды? Нет. Пройдемте в ординаторскую? Все в порядке, спасибо. Я просто что-то переулновалась за нее. Давайте договоримся так. Будем с вами на связи. Сами понимаете, может произойти все, что угодно. Могут понадобиться какие-то лекарства или дополнительные процедуры. Да, конечно. И тогда вы звоните мне. Договорились. До свидания. До свидания. Мам, пошли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вы куда-то пропали. Что-то случилось? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Паш, ты иди в дом. Ладно? Мне с Васей поговорить надо. Не обижаюсь. Ладно. Паш, иди. Я там блинов напекла. Поешь, они еще теплые. Хорошо? Спасибо. Что случилось? Лена беременна. Подожди, как? Она же в коме. Одно другому не мешает. Господи. Врачи говорят, она в тяжелом состоянии, но борется. Марин, я не понимаю, за что на тебя это все свалилось? Это же просто кошмар какой. Я не знаю, значит, есть за что. Но мне сейчас самое главное, что с ней и с ребенком все было нормально. А срок какой? Два месяца. Слушай, два месяца. Она все-таки молодая. Будем надеяться, организм справится. Марин, а ты не думала, что придется наследство делить? Получается, что ее ребенок тоже право имеет? Да, я подумала об этом. Но потом разберемся. Ты все-таки ненормальная. Она б тебя не пожалела. Да она одна. Одна сейчас борется за себя и за ребенка. Понимаешь? У нее так получилось, что никого нет. Кроме нас с Пашкой. Кто ей поможет? Какая ты все-таки хорошая. Вась, мне нужно ехать. Я вечером позвоню, ладно? Конечно. Ты не переживай. Я Пашку накормлю. Все будет хорошо. Ладно. Вырастим ребенка. Спасибо тебе. Справимся. Пока. Пока. Здравствуйте. А, это вы? Здравствуйте. Не ожидал вас тут увидеть. Как не ожидали? Мы же договаривались с вами на сегодня. Забыли, да? Честно? Забыл. Замотался. Простите, но у меня сейчас совсем нет времени. Я сейчас должен уехать. Редакционное задание. Срочное. Понимаете? Ну, конечно, конечно. Давайте я вас подвезу, и мы по дороге поговорим. Боюсь, не получится. Я же буду не один. Со мной фотокорреспондент поедет. Я хочу знать, какие дела у вас были с моим мужем. Вы знаете, я вчера долго думал об этом. Наверное, зря я вас напряг. Дел-то особо и не было. Так, пересеклись пару раз. Но он был очень хорошим человеком. И специалистом тоже хорошим. Вы знаете, я сюда пришла не для того, чтобы слушать этот бред. Вы написали, что мне угрожают. Когда? Я не знаю, когда вы это написали. Мне на похоронах вы передали записку. А, вы об этом? Простите, она не вам предназначалась. В смысле, не мне? Просто тут моему коллеге угрожали. И я случайно об этом узнал и предупредил его. Проявил, так сказать, профессиональную солидарность. Да. Вадим, вы дурак? Или, может, алкоголик? Может, наркоман? С чего вы взяли? Ну, не знаю. Может, тогда я дура? Я вас совершенно не понимаю, а? Да все ты прекрасно понимаешь. Просто нагло врешь. Тебе что, угрожают? Или тебя купили? А, ну, конечно, купили. Кто? И сколько заплатили? Ну, давай, может быть, я заплачу больше. Слушайте, вот только не нужно меня во всем обвинять. Ладно? Мне очень жаль Олега. Очень. И то, что он сделал, это ужасно. Но это абсолютно его выбор. Сочувствую. К сожалению, я ничем помочь не могу. И сейчас мне действительно пора. Разрешите. Кто вы такие? Кто вы такие? Что вам от меня надо? Что вам от меня надо? Оставьте! Оставьте меня! Я сейчас закричу! Оставьте меня! Оставьте! 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 и что я в опасности. Ты знаешь, либо на него давят, либо он продался с потрохами. Что, кстати, скорее всего. Ты бы видел, как у него глазки бегали. Марина, его глазки к делу не пришьешь. Ты же юрист, знаешь об этом. Да знаю я, знаю. Только у меня сын домой попасть не может. И Лена в коме. Морозов, ну, я прошу тебя, ну, сделай что-нибудь, а? То есть, по-твоему, я-то сижу и штаны протираю? Да. Я информацию проверяю. Ну, понятно, что пока неофициально. Но нет у меня веских доказательств. А без них я и не могу возобновить дело. Пойми. Да я понимаю. Я, кстати, пробил номер машины. И что? Она принадлежит некому Станиславу Рогожкину. Это кто? Это водитель. И по совместительству телохранитель Константина Берегового. Генерального директора Билд-реформа. Обалдеть. Дань даже не прячется. Ну, вот тебе и доказательства. А что мне предъявить? Свои догадки? Подозрения? Это к делу не пришьешь. Слушай, в Ленином доме есть магазин. Там наверняка должна быть камера наружного наблюдения. Молодец. Вот такой я тебе и помню. Уже запросил. Проверю. Проводишь меня? Боюсь одной ехать. Конечно. Дожила. Боюсь домой зайти. Не бойся. Я с тобой. Пошли? Да, спасибо. Ну, вот здесь я живу. Симпатичное местечко. Да. Особенно, когда все по своим местам разложено. Андрей, ты знаешь, мне кажется, сейчас не самый удачный момент. Прости. Да. Понимаю. Ну, все вроде бы в порядке, да? Угу. Да. Я пойду. Угу. Подожди. Что? Не мог бы ты остаться у меня. Просто мне так страшно тут одной. Хорошо. СмOC. СмОborn. Мы говорим. СмОborn. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Явился, красавчик. Хоть бы Пашке постеснялся. Минуточку. Я у себя дома. Мне тут стесняться не положено. Вася, милая, а ты, а ты что тут делаешь? Слушай, отвали Басов, а? Чего? Ничего. Ты личико попроще сделай. Ну-ка, пойдем поговорим. Пойдем, пойдем. Отпусти меня. Тебе что-то не нравится? Мне не нравится, что ты нажрался, как свинья. И ведешь себя так же. А мне не нравится, что тебе последнее время все не нравится. Отчего, не знаешь? Может, от сытости? Да пошел ты. Я для тебя. Да я из кожевон лезу, чтобы у тебя было все самое лучшее. Тебе все не так. Никакую сказочку тебе это не напоминает? Да меня чуть не грохнули сегодня. Я думал, все, финита ля комедия, конец Антошки. Вася, скажи, только честно, ты бы стала по мне плакать. Про сказочку вспомнил? Иди проспись, как был ничтожством, так и остался. Чуть не грохнули. Да тебе в аду гореть Басов, сам кашу заварил, сам и расхлебывай. Меня нечего впутывать. Да задолбали уже. Завтра точно уйду. Спасибо. Что ты еще там делаешь? Я? Тосты жарю. Так тостыр же есть. Слушай, а я вот так люблю. Знаешь, по старинке, по домашнему. Остаешься верна своим привычкам? Кофе? Да, без сахара. С лимоном. Конечно. Да, Михалыч, слушаю. Ага. Понял, спасибо. С меня сам знаешь что. Ну что, радуйся. Записи с камер подтверждают, что в день покушения на Елену рядом с ее подъездом стояла именно та самая машина, именно с теми самыми номерами. Да ты что? Да. Знаешь, что я была права. Ну и что теперь делать будем? Вообще-то буду делать я. Но улик пока недостаточно, чтобы возобновить дело. Как? Почему? Ну, потому что они должны быть железными и должны четко указывать на Берегового. Теперь одно только ясно, что им что-то нужно от Олега. И это что-то они, скорее всего, не нашли. Скажи, зачем ты вчера Басова к себе вызывал? Я не вызывал. С чего ты взяла? Ну, как не вызывал? Он сказал, что поехал к тебе. Может, передумал? Кстати, а где он живет? Здесь недалеко, в Озерном. Да? Да, алло, слушаю. Да? А когда? Спасибо. Хорошо. Вот еще одна хорошая новость. Какая? Лена пришла в себя. Отлично. Ты к ней? Конечно. Ты же меня жизнь спасла. А могла даже не приезжать. Ну, что ты говоришь? Скажи, ты помнишь, что случилось? Сколько их было? Как они выглядели? Очень смутно. Я помню, что, кажется, он был один, здоровый. И потом он ударил меня по голове. Я правда ничего не помню. Прости. Ты как себя чувствуешь? Неплохо. Правда, постоянно тошнит. Ну, это нормально в твоем состоянии и положении. Ты знаешь, я очень рада, что ребенка спасли. Какого ребенка? А ты что, ты что, ничего не знаешь? Уже два месяца? Нет. Не может быть. Это просто сбои такое же бывает. Это нормально. Ну, что ты, что ты плачешь? Тут радоваться надо. А как я теперь буду жить? У меня ничего нет. Ни квартиры, ни образования. С работы теперь точно попрут. Ладно, я. А малыш, его же кормить нужно. Не переживай. Прокормим как-нибудь. Жаль, что Олег так и не узнал. Он бы был очень рад. Я уверена, что он сам этого не делал. Почему? На этом видео он какие-то странные вещи говорил. Про Париж. Мы не собирались в Париж. Я ему говорила, что это ваша с ним история. Мы собирались в Таиланд. Потом еще назвал меня котенком. Хотя знают, что меня это дико раздражает. Не паришь, котенок. Ты чего? Нет, нет, ничего. Пашка очень хотел к тебе приехать. И не получилось. Мы завтра обязательно к тебе приедем. Чего тебе еще привезти? Нет, спасибо. Ничего не надо. Ну, я сама тогда придумаю. Ну, все, лежи. Главное, отдыхай. Ладно? Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло, Паша? Да, это я. Слушай, у тебя в комнате постер висел, где я с папой в Париже. Ты куда его дел? Да не помню, куда я его засунул. Тебе зачем? Ты что, в моей комнате роешься? Не роюсь, а еще. Это очень большая разница. Он мне очень нужен. Куда ты его делал? В гараже или в кладовке. Ну, давай вспоминай, Паш. А, в мусорных мешках посмотри. Ага, повиси на трубке. А ты можешь не отключаться? Угу. Ну, где ты там? Мам. Мам, ну, где ты? Паш, нашла. Нашла? Мама звонила? Как она? Да я не понял. Сначала про постер спросила, потом говорит, что ты нашла. Ну, что, что нашла? Без понятия. Тебе разве не следует ее остановить? Я и собираюсь это сделать. Ну, что я, Глиб, и свою вину я полностью признаю. Дело в том, что наша компания и Билдреформ совершили ряд незаконных сделок. Мой друг и компаньон Антон Басов давал экспертные заключения, которые не соответствовали нормам. Я полностью доверял ему. Я подписывал эти документы, не глядя. Когда я предложил ему признаться в совершении сделок, он обратился к береговому. И тот начал угрожать меня. Журналист Вадим Полозов согласился мне помочь. И я берегу вам копию документов, которые вы найдете на этой флешке. И если со мной что-то случится, это признание должно попасть в руки полиции. Я очень вас люблю всех. Пашу, Лену, Марину всех. Пожалуйста, живите дружно. Стоять! Марина Павловна! Марина Павловна! Отдай то, что нашла, и никто не пострадает! Отдай, говорю! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА О, гварь, а! Давай! Давай! Давай, заводись! Стоять! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Перезвоните позже или оставьте сообщение после звукового сигнала. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Андрей, это я. У меня флешка с доказательствами. За мной следят. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Позвони, как сможешь. Черт, Пашка. Значит так. Сейчас ты привезешь мне все, что нашла. И не вздумай ничего копировать или звонить Морозову. Ты меня поняла? Поняла. Твоими действиями ты делаешь только хуже. Так что давай без глупостей. Пойми, мне бы очень не хотелось своему крестнику делать больно. Жду. Что здесь происходит? Так, ты сейчас пойдешь наверх и будешь там, пока тебя не позовут. Понял? Зачем это? Нам надо с твоей матерью серьезно поговорить. Теперь я сомневаюсь, что с ней все будет в порядке. Паша, давай по-хорошему, ладно? Что ты с ним церемонишься? Не хочет наверх идти, будет в гараже сидеть. Пусти, руки убрал. Отпусти. Отпусти. Где Пашка? Где Пашка? Где Пашка? Марина. Марина. Немедленно позови его. Марина. Во-первых, с Пашей все в порядке. А во-вторых, ты даже не представляешь, во что ты вляпалась. Поэтому давай по-хорошему. И тогда никто не пострадает. Ты мне угрожаешь? Предупреждаю. Ты принесла карту памяти? Это же карта памяти, верно? Давай. Живи я. Неужели ты не понимаешь, что если ты мне ее не отдашь, вас с Пашей просто грохнут? Может, не ты ли? Есть более заинтересованные люди. Давай ее сюда. На, на, на. Я хочу решить все полюбовно. Не хочу, чтобы мой ребенок пострадал. Где он? Где Пашка, я тебя спрашиваю? А что ты сполошилась-то? С ним все в порядке. Мы просто хотели договориться на берегу. Ты же с нами? Я с сыном. Но мы услышали друг друга? Услышали. Я теперь поняла, почему вы первые прискакали ко мне домой, когда Олег погиб. Все обшарили там, обыскали, да? Ничего не нашли? А ты, как ты могла? Ты же моя подруга. А ты чего хотела? Чтобы я свою семью сдала? Нет уж. Я от всего этого не собираюсь отказываться. Срочно. Вызываю группу захвата. Поселок Озерный. Улица Планетная, дом 12. Повторяю. Улица Планетная, 12. Так что все-таки случилось, Басов? Я даже себе представить не мог, чем это все обернется. Береговой в угол загнал. Я впервые в жизни не знаю, что мне делать. Ни одного внятного решения. А ты чего молчал? Олег, с больной головы на здоровую валить не надо. Ты начальник. Тебе и отвечать. Нет. Я понимаю, мы друзья. Для них-то это просто бизнес. К тому же я предлагал тебе варианты, как разрулить эту ситуацию. Ты проигнорировал. Антоша, а я вот сейчас не понял. Ты на чей стороне? Ты прости. Сейчас каждый на своей. Антоша. После твоих слов жить не хочется. Как теперь в глаза людям смотреть? Что я Пашке скажу? А сам ты как дальше жить собираешься? Лучше многих. Поверь. Мне глубоко плевать, где будет стоять этот завод. Мне все равно, что творит Береговой. Для меня главное, что у нас с тобой есть возможность оставаться на плаву. Зарабатывать деньги. Я не только для себя стараюсь. Для Пашки в том числе. Это значит, ты за нас с Пашкой вписался, да? Ты понимаешь, что из-за этого решения город задохнется? Ты вообще что наделал? Ты будешь дураком, если не замнешь эту историю. Ты сядешь. Так мы вместе сядем. Ты не понял? Сядешь ты. Если только Береговой как-то по-другому не решит эту проблему. Угрожаешь? Предупреждаю. Что ты молчишь? Давай только без вранья. Мне тоже угрожали. Что мне оставалось сделать? Олег был непробиваем. Не шел ни на какие компромиссы. От денег отказывался. Марина. Олег был обречен, ты это понимаешь? Как он погиб? Да они бы все равно его убили. Кто они? Люди Берегового. Я впустил их в кабинет Олега через служебный вход. Они дождались его. Заставили записать видео. И скинули из окна. Скажи. Скажи, а что ты чувствовал в этот момент? Поверь мне. Лучше тебе не знать, что я чувствовал. Я понимал, что Олег пойдет до конца. Мне бы тоже светил срок с конфискацией. Я не готов к этому, извини. И что теперь будешь делать? Я отдам карту памяти Береговому. А ты, Мариночка, ты будешь молчать. И тогда вас никто пальцем не тронет. Даю слово. Тебе и есть ради чего жить. У тебя есть Пашка. Марина, я правда не знал, что так получится. Да все ты знал. Как ты мог предать лучшего друга, а? Он же верил тебе, как себе самому. Забрал деньги. Да что бы ты подавился этими деньгами. Слушай, хватит строить из себя обвинителя. Антон, может хватит уже, а? Что ты как? Где Пашка? В гараже. Я не хотел, чтобы он это слушал. Включи от гаража. На. Антон, ты куда? Антон, Антон, что случилось? Что? Что происходит? Вы кто? Антон! Нет! Все, 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 Паша, все хорошо. Все закончилось. Что, довольна? Добилась своей правды? Из-за тебя, Антон, застрелился. Ненавижу тебя, ненавижу. Ну, ты как? Я бывалый лучше. Ну, теперь все позади. Да, спасибо тебе. Да, спасибо тебе, Андрюш. Себе спасибо скажи. Что теперь с Василисой будет, а? Басов для себя все сам решил. Василиса пойдет свидетелем. А вот береговой компания точно сядут. Компромата на них достаточно. Но это не главное. А что главное? А то, что ты молодец. Остановил справедливость. Честное имя Олега. Всем вас дала по заслугам. Лен, ты очень много пьешь жидкости. Ноги отекут. Тяжело ходить будет. Ну, я не виновата, что постоянно хочу пить. Ну, я тебя предупредила. Помнишь квартиру, которую Олег купил? Угу. Я сегодня вступила в наследство. И оформила ее на тебя. Оформила квартиру на тебя. Хочу, чтобы у тебя и у малыша был дом. Мария. Спасибо. Спасибо, спасибо тебе огромное. Спасибо, спасибо, спасибо. Что, что, что? Что такое? Что, что, что? Ой, ой, ой. Кажется, началось. Так, все, я за машиной. Ой. Вдох, выдох, да? Ой, ой. Ну, что ты стоишь, Паш? Ну, беги за сумкой скорее, в коридоре. Какая сумка? Ну, которую мы собирали. Я же просила никуда ее не убирать. Тихонько, тихонько. Ой. Давай. Ой. Ну, дыши. Ну. Ой. Тихо, тихо, тихо. Я сейчас умрю. Умрешь, мы тебе не дадим умереть. Тихо. Ой. Ой. Тихо. Нашел. Ну, дверь открывай. Так, туфли, сандалии, что там? Лучше тапки, да? Страшно. Идем. Лучше тапки, да? Лучше тапки, да? Спасибо. 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 Спасибо.